Дорогие друзья, болельщики Локомотива, мы приветствуем вас из солнечной Марбельи. Именно здесь наши парни продолжают готовиться ко второй части сезона. Через тренировки, через контрольные встречи. И прямо сейчас вашему вниманию самые яркие, самые интересные моменты уникального товарищеского матча. И да, неспроста мы вам показываем Олега Пашинина. Он также принял участие в этой встрече. Ну а для вас игру прокомментирует, конечно же, Кирилл Брейдер. Кто же еще? Ведь это ЛОКО ТВ. Пятый день сборов. Руслан Элдерханов, администратор команды, готовит разметку. Смотрит, все ли ровно. Да, все ровно. Можно начинать матч. Итак, в одной команде с Русланом. Тренер вратарей Заур Хабов, переводчик Степан Левин и тренер по физподготовке Сергей Алексеев. Но кто на другой стороне? Посмотрите, Саркис Аганесян, Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин. И большой мастер своего дела, массажист команды Андрей Османов. Именно он, кстати, начинает атаку своей звездной командой. Дает Пашинин, тот помогает выйти из-под высокого прессинга. Аганесян, Лоськов, Аганесян вновь касание. И вернул Дима. Есть гол. Вот так первая же атака заканчивается голом. Все спокойно на классе. И тут же, посмотрите, забивает второй мяч Олег Пашинин. Не успели мы насладиться первым взятием ворот. Как преимущество удвоилось за какие-то 30 секунд. Что же будет дальше? Неужели разгром? Посмотрим, посмотрим, чем ответят соперники. Подхватывает мяч Сергей Алексеев. Будет атака вторым темпом. Ищет, ищет партнеров. Может быть, на Ливина сыграть. Через Хапова. Здорово. И что придумает Степа? А Степа щелочку нашел. И 1-2 становится счет. И вновь атака. Здесь Хапов, ротарь. Обратите внимание, как здорово действует в поле. Подыгрыши. Алексеев удар. Штанга. Ай-яй-яй. Как же Руслан здесь не добил. Было очень неплохо. Но он вновь летит вперед. Обводит соперников всех. И от штанги забивает. 2-2. Вот так никто не думал, не гадал. А ребята сравняли. Ласьков здесь подобрал мяч. Что будет делать? Обводит Руслан. Видимо, он не так хороший. Но здесь два в одного, конечно. 3-2. 3-2. И мы смотрим дальше. Очередная классная передача Ласькова. Удивительный промах. Но всякое бывает. И сейчас, конечно же, Оганесям будет отрабатывать по вороне. На газоне оказывается Руслан. Смотрим повтор. Был ли толчок. Ну, незначительный. Здесь, конечно, на публику сыграл немного Руслан. Но у Хапов смещен. И продавливает. Буквально немытьем. Таккатый. Не мытьет вперед. И какой парашютик. И нет все-таки. Нет взятия ворот. Здесь Андрей Османов спасает команду. Кстати говоря, некогда воздушный акробат. Здорово здесь сыграл Андрей. Хапов начнет атаку своей команды. Павперед. Финкарич. Финкарич. И вот так вот сравнивается счет в матче. 3-3. Начинается второй тайм. Агнисян. У меня нет слов. Вот это грибник. Такая серия финтов. И вперед выходит команда прославленных ветеранов. Наш тренерский штаб. Здесь из-за боковой вроде не опасно. Но какой пас Пашинина. Как так удалось, а? Переход от обороны. И таки, да. Все быстро делается. И не останавливаются на достигнутых. Ласьков, Пашинин и 6-3. Уже двукратное преимущество. Но здесь, конечно, и физические кондиции. Мне когда-то сказались. Ласьков так и вовсе. Чуть ли не на равных с футболистами проводит сборы. Передача вперед. И не успевает Саркис Агнисян. Но все-таки забивает. В другие ворота ставит победную точку. Спасибо. Выигрывает команда, в составе которой Агнисян, Пашинин, Ласьков, Османов. Интереснейший поединок. Градголов. Что еще нужно болельщикам? Не правда ли, друзья? Следите за нашими трансляциями, за нашими роликами на клубном канале. До новых встреч. Сюда машину можем подогнать? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok